МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события дня в программе новости Сургут-24. Здравствуйте! В студии Александр Маковей. Вот несколько тем этого выпуска. Заменят 5000 светильников и проложат систему освещения к тем районам, где было темно. В Сургуте реализуется первое в городе концессионное соглашение в сфере благоустройства. Душевные песни, уютная атмосфера, конкурсная программа и возможность представить свое творчество зрителям и коллегам. В Сургутском районе прошел традиционный фестиваль авторской песни. И купаются, несмотря на запреты. В Югре продолжаются трагедии на воде. На озере в Сургутском районе утонул 18-летний парень. В Сургуте реализуется первое в муниципалитете концессионное соглашение в сфере благоустройства. Администрация города заключила его с компанией СГЭС в декабре прошлого года. Активные работы и первые результаты сотрудничества стали заметны с приходом лета. Предприятие модернизирует системы уличного освещения, меняя оборудование на энергоэффективное и делая внешний вид Сургута в темное время суток привлекательнее. Общая сумма инвестиций в проект составляет около 650 миллионов рублей. Сам механизм концессионного соглашения позволяет, прежде всего, перераспределить и эффективно распределить средства бюджета города, для того, чтобы уже в этом году жители города увидели эффект от модернизации системы уличного освещения. Безусловно, освещенность улицы, учитывая географию нашего города и среди территорий, практически все районы города Сургута будут освещены в большей степени. Это и производственная зона, и ряд поселков вблизи города. Безусловно, мы говорим об освещении объектов социального назначения школы, прежде всего, образовательные учреждения. Компания заменяет старые лампы на современные. Они долговечнее, экономичнее и эстетичнее. Вместо желтого света стал белым. Кроме того, концессионное соглашение предусматривает не только модернизацию содержания сетей, но и строительство новых. СГЭС проложит почти 5 километров дополнительных линий. Новыми опорами освещения оснастят внутриквартальные проезды и подходы к дачным кооперативам, которые раньше были не очень комфортны в темное время суток. Что же касается модернизации, первым участком на очереди была улица Иосифа Каролинского и прилегающий внутриквартальный проезд. Также уже обновили системы освещения на улицах Электротехнической, 60 лет Октября, Кукуевицкого, проезде Дружбы, Бульваре Писателей, в 31 микрорайоне, в районе Черного мыса, в поселках Лунный и Снежный. Частично на проспектах Ленина и Мира. Всего до августа заменят 5000 уличных светильников. Кроме улиц, осветили проезд 31 микрорайона, подходы к детским садикам, спортивной школе и школах 31. Во-первых, это экономически очень выгодно. Светильники, они, во-первых, в меньшей мощности, выдают больше освещенность, ну и выдают свет, который именно комфортно больше для потребителя, людей, водителей. В Сургутском аэропорту имени Фармана Солманова начали реконструкцию так называемой стерильной зоны авиагавани на втором этаже. Оттуда осуществляется выход пассажиров к самолетам по телескопическому трапу. После ремонта полезная площадь увеличится на 300 квадратных метров. Появятся дополнительные 120 мест для ожидания посадки. Пассажиры будут иметь возможность пользоваться обновленным залом в середине августа. Международный аэропорт Сургута является крупнейшим в Югре как по площади, так и по числу выполняемых рейсов к пассажиропотоку. По последнему показателю занимает 19 место в стране, опережая такие мегаполисы, как, например, Челябинск и Омск. В 2023-м наша авиагавань обслужила рекордные 2 миллиона и почти 150 тысяч человек. Это на 11% больше, чем годом ранее. Вопрос глобальной реконструкции неоднократно обсуждался. Однако в ближайших планах расширение парковки. Как сообщили на одном из думских заседаний комитетов, земельный участок под эти цели оформляется. В Сургутском районе завершился прием заявок на получение гранта главы муниципалитета. Отмечу, что на сегодняшний день в муниципальном образовании работает больше 160 некоммерческих организаций. Всего на участие в конкурсе подали документы больше 20 проектных предложений. Но и из-за нарушений в составлении необходимых данных было отклонено 8 заявок. Некоммерческие организации предлагают проекты по 8 грантовым направлениям. Самые популярные на сегодняшний день, к слову, посвящены укреплению межнациональных отношений и пропаганде здорового образа жизни. Всего у нас на конкурс поступила 21 заявка. Это по 8 грантовым направлениям на общую сумму 22 293 000 рублей. Наиболее интересное направление и популярное – это укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Это традиционная такая тема, в которой у нас очень много НКО работают по этому направлению. И поддержка в области профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Самыми главными критериями на получение грантовых средств в мэрии Сургутского района называют актуальность, целесообразность проектов и достигнутые результаты. Исходя из этих показателей, комиссия и принимает решение, насколько предложенные идеи нуждаются в финансовой поддержке. Отмечу, что в состав комиссии входят представители общественности, преподаватели Сургутского государственного университета, а также представители некоммерческих организаций, которые принимали участие в конкурсном отборе. По итогам проведенного заседания грант главы Сургутского района получили 6 некоммерческих организаций. Свои проекты им необходимо реализовать до конца года. В этом году, скорее, можно сказать, что победили по-хорошему ветераны некоммерческого сектора. Ну, потому что это можно объяснить тем, что у них уже набита рука написания проекта, они знакомы с требованиями, они уже погружены, скажем так, в проблемы района, понимают специфику, вот, и поэтому они как бы четче пишут проекты, четче отрабатывают по документам, и поэтому, ну, вот они, они больше нравятся комиссии. Театр актера и куклы «Петрушка» представил общественности новый спектакль под названием «Древо». Он, к слову, входит в программу празднования юбилея города. Сургут 12 июня отметил 430-летие. В основе представления супружеская пара, которая прожила вместе полвека, и теперь рассказывает зрителям о годах, проведенных вместе. Большую роль в постановке играют обрядовые куклы. Главные герои по ходу представления вводят зрителей в мир традиционных русских кукол, объясняя, что они обозначают и для чего их мастерили наши предки. Спектакль «Древо» – это спектакль о семье, да, которая идет сквозь, там, 50 лет своей жизни, и как куклы помогают им сохранять семейные обычаи, вообще сохранять семью помогают. А мы сейчас немножко живем же по-другому. Мы живем, как будто, знаете, до нас ничего не было. И дальше нам не важно, что будет. А хочется остановиться и сказать, ребята, давайте продолжать брать, как сказать, от предков и нести нашу культуру, наши обычаи, наши обряды. Куклы сопровождали русский народ на протяжении всей жизни. Раньше они делились на обереговые, игровые и обрядовые. Каждое событие, будь то рождение ребенка, свадьба или похороны, сопровождалось созданием подходящей под ситуацию куклы. Она несла свой смысл, историю. Существовали игрушки, которые оберегали семьи, очищали энергетику и атмосферу в доме, избавляли от болезней и недугов. Именно с такими куклами и познакомили зрителей на представлении «Древо» актеры Сургутского театра «Петрушка». Рассказываем мы про 19 кукол, но в общей сложности их, наверное, больше 30, считаю, мелкие. Этот спектакль о том, о забытых наших традициях, о народных кукол, как они нам помогают в жизни, обереги, и как люди делали на каждые какие-то события в жизни, делали свою куклу, которая оберегала, помогала. Люди их ценили. Все, мне кажется, верили в них. В Сургуте подходит к концу летний филармонический сезон. Концерты под открытым небом стали приятной городской традицией и собирают на площади советов сотни людей. Горожане и гости нашего муниципалитета признаются, что с радостью проводят июньские вечера на свежем воздухе под известные и дорогие сердцепроизведения. В этом году в афише летнего сезона 8 коллективов и 14 выступлений. Разнообразный репертуар – еще одна особенность летнего сезона. Каждый житель может выбрать то, что именно ему по душе. От симфонической классики и джаза до рок-программ, народных композиций и песен из фильмов. В прошлом году была такая же программа, и это было просто замечательно. Это была супер инициатива, не знаю, кто ее придумал, это было потрясающе, очень интересное. Ну, очень здорово, я считаю. Почаще бы такое, да. Мы осенью ходим сюда на концерты. Нас приглашает филармония, спасибо большое руководству филармонии. Мы ходим на дневные концерты в малый зал. Мы очень любим эти оркестры, мы любим очень эти коллективы. Мы уже сегодня четвертый концерт слушаем. Оркестр духовых инструментов «Сургут-экспресс-бэнд» – коллектив с многолетней историей. В этом году ансамблю исполнилось 60 лет. Артисты также порадовали горожан выступлениями на летней сцене. В программе их концерты с названием «Киношлягеры» – самые известные родные сердцу песни, в основном из советского кино. Несмотря на то, что большинство выступлений уже прошли, у сургутян еще есть возможность посетить концерты коллектива в Сургутской филармонии 25 и 26 июня в 19.00 на площади Советов на Энгельса 18. У нас название программы «Киношлягеры», потому что самые известные, потому что самые любимые, потому что какие-то хотелось сыграть, вокалистам какие-то мелодии хотелось петь, музыкантам что-то хотелось сыграть. И вот потихоньку из таких мелочей собралась большая программа. И то здесь мы еще показали далеко не все, потому что какие-то нюансы, какие-то уличные моменты, что-то больше подходит для зала, для концертного исполнения. Поэтому вот сегодня сложился такой вариант нашей программы. Душевные песни, уютная атмосфера, конкурсная программа и возможность представить свое творчество зрителям и коллегам. В Сургутском районе прошел традиционный фестиваль авторской песни. На него приехали барды не только из поселений муниципалитета, но и из других городов и районов Югры и сопредельных территорий. Впервые за пять лет концерт прошел под открытым небом, как это было и до пандемии коронавируса. Что приготовили для бардов организаторы и когда назовут имена победителей, расскажет Мария Ливанян. В Сургутском районе прошел 22-й фестиваль авторской песни «Высокий мыс-2024». В этом году мероприятие вернули к обычному формату и провели в привычной локации. Во время пандемии коронавируса события проводили онлайн, а в прошлом году участников и гостей праздника принял районный центр культуры в городском поселении «Белый яр». Мы действительно долго готовились к этому мероприятию, потому что был большим, слишком большим был перерыв. За пять лет впервые мы вернулись к привычному, любимому всем формату с палатками, кострами, песнями у костра. Сегодня было у нас порядка 40 заявок, но было много коллективных заявок, и поэтому количество исполнителей у нас получилось порядка сотни человек. Я вам открою тайну. Я вообще в принципе первый раз на этом фестивале. За всю историю, сколько он существует, сегодня первый раз. Мы с моим другом подъехали буквально час-полтора назад сюда. Мы успели побывать в палаточных городках наших коллег, сургутнистей, газовских, пообщались с людьми. Мне кажется, вообще эта обстановка супер и очень нравится. Праздник в этом году посетили больше тысячи человек. Это не только жители самых разных территорий Большого Сургутского района, но также барды и зрители из многих муниципалитетов округа и гости из других регионов. Для участников организовали конкурс палаточных городков, спартакиаду и, конечно, песенное соревнование. Последние проводят в три этапа. Первый – формат открытого микрофона, где каждый желающий мог просто спеть. Для удовольствия или отрепетировать конкурсный номер. Во втором туре творчество участников оценивало профессиональное жюри. С высокомысовской сцены звучали популярные хиты. Авторские песни о любви, заботе, отношениях. Много композиций было о военной тематике. Что символично, в этом году фестиваль авторской песни прошел 22 июня, в День памяти и скорби. Медсестричка, медсестричка, береги себя, сестричка. Знай, многих ты спасла и у смерти забрала. О значимости, важности исторического дня, о любви к родине говорили и почетные гости. Глава Сургутского района Андрей Трупецкой и заместитель председателя Тюменской думы Галина Резябова. Наверное, наша действительно святая обязанность помнить, чтить, передавать эту память новым поколениям. Всем нам долгой исторической памяти, ну а вам хорошо провести время сегодня. Праздниками. Я рада, что пять лет не стали утратой для нашего фестиваля. Поэтому будем жить, будем дружить, будем петь хорошие песни и будем делать все для того, чтобы Россия жила, фестиваль продолжался, чтобы были здоровы наши дети, учили наши песни и несли их дальше по жизни. Автор-исполнитель Александр Маслов из Федоровского приехал на фестиваль во второй раз. По словам музыканта, он пишет песни о том, что нас окружает, о жизни и уверен, что в ней места таким мероприятиям должно быть больше. Я думаю, нужно больше таких мероприятий делать. И все-таки на открытых площадках, потому что на открытых площадках людей собирается больше, люди отдыхают, люди себя чувствуют свободными, а артисты, выступая, поют свои песни и тоже расслабляются. Я думаю, это мероприятие для сплоченности, в первую очередь. И для мотивации, для поднятия настроения, духа, чтобы все было у нас хорошо. В конце дня команды, поучаствовавшие в конкурсах, получили памятные дипломы и подарки. Венчал вечер концерт приглашенных звезд авторской песни. Среди них Юлия Славянская, Валерий Ющенко и Валерий Ярушин. Что касается югорских бардов, то лучших из лучших, по мнению жюри, пригласят выступить еще раз на галоконцерте в Сургуте. Он пройдет в сентябре. Мария Ливанян, Дмитрий Круковец, Никита Коншин, Сургут-24. Очередная трагедия на воде. В Сургутском районе, в 18 километрах от деревни Русскинская, 18-летний парень утонул в озере Сарумлор. ЧП случилось в понедельник после обеда. О ЧП сообщил очевидец. Тело молодого человека без признаков жизни вытащили на берег местные жители. До приезда врачей проводили реанимационные мероприятия. Но прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Как сообщили в МЧС, 23 июня в Нижневартовске, в районе садового товарищества «Коммунальник», утонул 9-летний мальчик. 14 июня в Сургуте, в акватории водохранилища ГРЭС-2, вода унесла жизни двух парней. 2003 и 2005 годов рождения. Специалисты напоминают, что нельзя плавать в местах, где установлены информационные щиты и знаки о запрете купания. Взрослых просят не оставлять детей без присмотра у водоемов. Запретить несовершеннолетним игры в воде, нырять с любых возвышений, передвигаться по водной глади на самодельных плотах. Внимательней просят быть судоводители и рыбаков. В МЧС Югры отметили, что с начала навигационного сезона на реках автономного округа утонули 4 любителя рыбной ловли. Особое внимание хочется уделить правилам безопасности на воде. То есть при движении на маломерном суде нужно соблюдать скоростной режим, так как на реке сейчас большой уровень воды, по реке сплавляются бревна, ветки, палки, возможно, которые могут затруднить движение. Не профессия, а призвание. Сургутян приглашают на службу в полицию. Напомню, в прошлом году в нашей стране был принят ряд послаблений для желающих вступить в ряды сотрудников органов внутренних дел. Это повышение предельного возраста с прежних 35 до 50 лет. Кроме того, отменено обязательное условие в виде личного поручительства от действующих полицейских за новичков. Быть правоохранителем это не только почетно, но и ответственно. Кто может носить погоны и где набирают претендентов на эту работу в Сургуте – об этом далее в рубрике «От первого лица». На службу в органы внутренних дел могут поступать граждане, достигших возраста 18 лет, с учетом поступления в образовательные организации высшего образования МВД России. Прием граждан на службу осуществляется независимо от пола, расы, национальности, места жительства, отношения к религии. Гражданин, решивший служить в полиции, должен обладать внутренней организованностью, исполнительностью, быть дисциплинированным, иметь чувство ответственности за порученное дело. Служба в МВД требует от сотрудника проявления самых лучших человеческих качеств – это честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь людям. Главный критерий для мужчин – это служба в вооруженных силах Российской Федерации, ну и, соответственно, полное среднее образование и также годность к службе по состоянию здоровья. В августе прошлого года вступил в силу федеральный закон, направленный на упрощение поступления на службу, в частности, изменились возрастные ограничения. То есть, если раньше мы приглашали, брали граждан до 35 лет, то сейчас максимальный возраст – до 55 лет. Сроки оформления кандидата на службу в органы внутренних дел, конечно же, зависят еще от самого кандидата. Это начиная от сбора всех справок, грубо говоря, с детства и заканчивая предоставлением полного пакета документов на военно-врачебную комиссию, которая рассматривает данного гражданина и делает заключение о годности его к дальнейшей службе. Если кандидат у нас готов по военно-врачебной комиссии, годен к службе, то тогда он проходит психологическое исследование и затем полиграф. Во-первых, это не прохождение по службе безопасности, которая проверяет граждан, затем по состоянию здоровья и по психологическому исследованию. Если кандидат не годен, то мы его, к сожалению, на службу не можем взять. Человек должен быть без судимости, человек должен быть гражданин Российской Федерации, родители не должны быть судимы, близкие родственники не должны быть судимы. Зачисление в образовательную организацию высшего образования МВД России уже является поступлением на службу в органы внутренних дел. И, соответственно, стаж службы исчисляется с момента поступления в Университет МВД России. Они возвращаются и остаются у нас на службе как минимум пять лет, потому что направление получают от города Сургута. Стабильная заработная плата с ежегодной индексацией, продолжительность основного отпуска от 60 календарных дней, оплата стоимости проезда один раз в год как сотруднику, так и члену его семьи. Сумма заработной платы от 40 тысяч, конечно же, все зависит от звания, должности, северных надбавок. Ну и, соответственно, чем дольше, чем выше человек стремится идти к должности, к званию, тем выше у него будет заработная плата. Будем рады вас видеть по адресу улицы 30 лет Победа, 17, 4 этаж, отдел по работе с личным составом, либо по телефону. Поддельные удостоверения и множество боеприпасов обнаружили оперативники регионального управления ФСБ России по Тюменской области у Сургутянина. После задержания к мужчине пришли с обыском и обнаружили корочки различных силовых ведомств, бланки документов, а также пистолеты-патроны. Все найденное содержит признаки состава уголовных преступлений, подделку удостоверения, предоставляющего право, права или освобождающего от обязанностей в целях сбыта, а также незаконное хранение оружия, боеприпасов. Фигурант суда будет дожидаться под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий региональным управлением ФСБ России по Тюменской области установлено, что мужчина 1986 года рождения, находясь в городе Сургуте, за денежное вознаграждение изготовил подложное удостоверение сотрудника ФСБ России, которое затем незаконно сбыл житель региона. Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства указанного гражданина обнаружено и изъято из незаконного оборота огнестрельное оружие из 130 патронов различного калибра, изготовленные промышленным способом. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. У меня на этом все. До свидания. Детское радио Детское радио Познавательно, развлекательно, увлекательно Песни, сказки, игры Детское радио Для детей и взрослых Медицинская клиника докторов предлагает современное лечение ожирения с помощью бариатрической хирургии. Терапевтическое обследование, опытные пластические хирурги, полная конфиденциальность. Хирургическое лечение ожирения в клинике докторов. Если диеты и марафоны так и не помогли сбросить лишнее. Привет. Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в Центре Акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59 35 35. Центр медицинской эстетики Акватория. Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине Цветы мира. Югорский тракт 7-4. Блок А. Телефон 7070-07. Телеплюс. Провайдер «То его города». Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова «Траектор А.Егорова»